И снова здравствуйте! Мы продолжаем 45-й Open-турнир, и с вами по-прежнему Щелкунов Антон. Добрый вечер всем, кто к нам присоединился, с вами Юлия Кореш. Третий матч у нас на сегодня, в котором встретились две команды, а не три и не четыре. Первая Ревелав и Байкал Файв вторая. Есть уже у нас по четыре бана, по четыре пика. Уже даже пятый, ой, все шесть банов у нас прошли для сил тьмы Байкал Файв. Байкальская пятерка. Смотри, что у нас вырисовывается. Ревелав, много контроля, есть массовый стан, понижение брони. Темплар Ассасин, это ну просто будет с дезолятором нарезать все, что движется. Вот, а им в ответку Винга, Винга, Аппарат. А единственный стан на команду, вот я вижу. Слушай, да, это пока что единственный стан. А Инча, мне кажется, даже со своим, блин, господи, Untouchable, да? Нет, я бы думаю, что здесь просто с проказом. Отхилом. Она будет умирать, да. Здесь еще заходит Хаос Кнайт. Слушай, это вообще будет очень много урона. Причем очень быстро, и тут ничего не спасет вообще. Снайпер есть. Но снайперы, мне кажется, не хватит здесь одного снайпера, чтобы убивать вот это вот все. Да, и это очень слабенько, мне кажется. Ну, то есть он будет очень быстро умирать, ему на голову будет падать Свардар вечно. Свардар, Рэвич, Чаус Найт, Темпларка, Вич Доктор, там, Касочки, Десвардар. Да, ему нужно стараться держаться где-то будет за спиной, но я не знаю, получится ли у него так. А если честно, я не верю, что таким пиком можно вот этот жир сверху просто убить. Есть очень плотные герои, все кроме ВД. Ну, плюс у ВД есть еще хил, есть контроль. Ну, то есть не самый тонкий такой герой. Вот, поэтому, не знаю, мне Ревелав пик нравится гораздо больше. Да, он прям такой массивный, надежный пик. Массфайт выраженный ярко. Давай представим команду, что ли, пока есть время. И начну я, пожалуй, Ревелав. Господи, зачем я Ревелав начал? Ладно. Свардар, Джевелти, Бонни, Литл Баравик. Барашек. А, Барашек, это да? Тайтхантер. Рейнинг Мэнт, Вич Доктор, Слеер, Хаус Найт и Адурэйбл Ю, Темплар Ассасин. А, за силы тьмы Байкал 5, Нуки Загрейт на Андаенге 5, Андрид, да? 100, не знаю, я забыла, как 100 по-английски. Хорошо, когда, короче, забыла. Не важно, да, Эншайт Оперейшн. Лики... Лика... Сложно, короче. На Энчантерс Деку на Снайпере и Хабиб на Avenger Full Spirit. Ура, мы победили. Мы справились. Победили название. Итак, расходятся команды по своим рунам, ничего не выдумывают, никаких там гангов в смоках. Все спокойненько. Стоят, ждут, пока они появятся. Осталась здесь секунда появления. Кстати, а может быть, может быть, может быть, может быть, ревелав и попробуют отжать руну. Да, да, все-таки они идут в атаку и отгоняют вообще без боя. Ну, там действительно, там много станов, как с ними можно поспорить. Просто отдали руну. Окей. Нарядная, нарядная селедка у нас здесь. ВД с обезьянкой. Слава богу, с обычной обезьянкой, вот без этих всяких мерзких пауков. Ну, и питон тоже вполне себе милашка. Сидела бы обезьяна, а у обезьяны ноговый паук. Фу-у-у. Ну, у меня же богатая фантазия. Зачем? Зачем я это представляю? Вот тот самый из первой карты. Угу. Фу-у-у. Ужасно. В помощь снайперу отправился зомби. Будет помогать им, могут стоять на линии. В принципе, с дикеями он может действительно помогать, неплохо гонять ее. Пока получается. Ну, из серии это единственные шансы, вообще, более-менее нормально отстоять на снайпере мид. Ну, то есть, чтобы левел до 3-4 ему кто-то помогал против темпларки. Вот здесь встреча, лесная встреча. Есть станчик от Свардара. Просто прогоняет энчантерс из ее же леса. Ну, интересно, вообще Свардар действует. Ему все равно на линии. Он просто гоняет по чужим лесам. Стоит ЦК, абсолютно свободно, ему никто здесь не мешает. Абсолютно один, я бы сказала, стоит ЦК. Неплохо. Что у нас сверху там? Не понимаю, какие-то пинги идут, там вроде бы ожесточенное сражение. Пытаются забрать Тайтхантера. Естественно, это не так просто, так как он жирненький товарищ. И кэри у вас венга. Ну, это мы уже видели сто раз, в принципе, не удивили. Отменила стан, решила, что не получится забрать. Ну да, мамы тратить бездарно тоже не хотелось бы. Ну слушай, ну тут венга тоже без проблем должна ставить, по идее, вот при таком раскладе. Ну, против Тайда, да. Ну, просто ЦК. Не должен ей особо мешать. Да, ну ЦК, мне кажется, посильнее это будет. Войти определенно. Да, сто процентов. Так, здесь у нас что в миде? Несмотря на то, что зомби постоянно мешает, а... Слушай, неплохо мешает нам всего лишь два на два, да? Нет, ну и прогоняет неплохо. Вот мне перетянулся Вич-доктор. И вот можно сейчас касочки в зомби и просто прогнать его отсюда, он сам уже уходит. Так, а здесь вон везде заходит Свардар. А что он сможет сделать? Плывает Свардар, у него есть стан. Так, идет прям по границе. Слушай, здесь можно попробовать забрать... Да, слушай, у нас получится касочка. Вот они, касочки, вот Ферст Блад. Очень своевременно зашел сюда Свардар. А вообще мне очень странно, то что стоит Undying на миде, против Темпларки, помогает. И при этом они не поставили Сентри Варда. Ну и на рунах нету вардов никаких, то есть никакого контроля они вообще не понимают. Вот это по умолчанию, если видишь Темпларку на миде, ставишь Сентряк, все. Слушай, еще один заход и можно попробовать забрать того же бедолагу зомби. Есть один стан Свардара, есть каски, есть проклятие. Зомби здесь, конечно, на 100% уже никуда не уйдет, а можно продолжить погоню. Ну попробовал он себя отхилить, еще маленько поживет, ну конечно же. Урса агрессивная бегает. Он еще поставил тамбу, это еще деньги. Еще деньги. Ну кстати, зомбари там могут загрызть, ведь нет, немножко не хватает. Нет, а инчат не сможет никого здесь доковырять. Забрала. Забирает. Слушай, ну там все такие очень битые разбежались. Ну как-то да, они такие недооценили, что там еще Урса же рядышком бегает, который в принципе неплохо бьет лапками. То есть во всей этой драке Урса нанесла больше всех урона. Есть у меня подозрения. Не отображается, наверное, да, урон Урсы отдельно? Да, с умоной не отображается. Так бы, наверное, да, топ-1 герой по урону был бы. Оказался в нужное время, в нужном месте. Кому бы и нет. Ну в итоге ЦК главный урон. Мы все равно видим, ЦК отлично фармит. Да, и Винга тоже неплохо, в принципе. Маленько отстает, но это не критично. Ну пока да, какого-то преимущества у одной из команд явного нет. Есть замедление, но арбуз просто отходит. Не хватит урона, чтобы изобретать столько хп. Здесь выход на энчантры с 100% килл. Да-да-да, зря туда бежит зомби, что ты там сможешь сделать. Ну зомби тоже может подставиться. Конечно. Там есть стан, есть трифт. Вот его подтянули. А есть стан, так, касочки еще, наверное, тут миллиона станов. Ну тут невозможно. Где же касочки? А, зачем нужно тратить маму даже? Сейчас коза придет, вот у нее можно притратить. Вот, касочки. Ну нет, Слордарк погибает. Ну Слордарк подставился. Надо было отходить сразу же после убийства зомби. Ничего страшного. Здесь Тайтхантер, конечно же, не фармит. Хотя у него 15 крипов, не так уж и мало. Могло быть и меньше. Просто получает по лесам, прячется, получает эксп. Для него это самое главное. Как дела, интересно, у нас у снайпера 22.8, 20 на 7. Примерно на равных стоят теперь. Да, шрапнельки, отличная штука против темпера Ассасин. Сразу же очень быстро сбивает ее. Как забыл, называется? Щит? Ее щит, точно щит. Рефракшн. Да, рефракшн. У нас, да, плохо сегодня с названиями. У нас не только с названиями, плохо. А выходит в спину кто у нас фиолетовый доктор. Он хотел выйти, нет, или хочет выйти, непонятно. Но у него есть мана на, самое главное, на каске. Можно попробовать. 4 стика должно хватить после стиков на фулл прокаску. Ну да, там еще что-нибудь наколдуют, обязательно дикей будет кидаться. Поэтому накопятся еще стики. Ну, вот, скилл неуязвимость. Еще раз. Какая-то неуверенная, неслаженная атака. Вроде бы хотели идти, потом передумали, потом решили опять идти. Потом вещдоктор все-таки в одного пошел, все остальные убежали. Как-то странно, как-то какой-то мискоммуникейшн. Ну, ладно, что, ну, типа, все живые остались. Винга 5 уровень, есть Аквила, выходит в ПТ-шку, есть стики. Да, фармит. Не знаю. Я вот не видела ни одной хорошей реализации кэрри Винги, если честно. Ну, только на прост-сцене, пожалуйста. А вот в фабах, на турнирах ниже рангом, как-то нет. Не видела я реализации, кроме проигроков. И здесь снайперу очень больно. Снайпер должен умереть. Ставит тамба, есть хила, зомбаря. И погибает доктор. Хорошо на телепорте прилетел здесь Undying, засейвил снайпера. А тут погоня. Свардар должен, должен, должен доделать это дело. Одна тычка. Хорошо. Но Свардар тоже погибнет. Ничего страшного, Свардар, думаю, рад. Восемь секунд, и он снова в деле. Получил ИКСП, получил денег. Ну да, размен Свардара на снайпера. Я думаю, не в пользу снайпера был явно. Третьим уровнем убил шестого. Но не чудненько ли. Прекрасно, много голды, между прочим, получил. Насчет ИКСП, уж не знаю, не успела посмотреть. Есть на окошечко. Уровень Тамблор Ассасин, четвертый аппарат. Нам показывают Тамблор Ассасин, а эти слоты, аппараты, я думаю, что-то как-то не то. Один сапог до стики. Ну, у нее пока тоже особо по слотам ничего интересного, все стандартное. Да, сейчас будет СВТ на Винге. Так, Инвиз. Нужно Инвиз, конечно, забрать. Это вот сейчас заберет Тамблор Ассасин. А против нее по-прежнему нет, СНТ-К, нет. Зондаин успевает забрать. А есть ли еще Шрапнелли? Да, Шрапнелли есть, но как бы не достать ее. Слушай, а ты Блор Ассасин, а разве это тот персонаж, который без ботов всегда играет? Нет. Нет? Вот, и мне кажется, что как-то странно. Слушай, подставляется. Стики она покупает. Зомби может здесь погибнуть. Да, 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 еще одна тычка, нужно доставать. Есть ДиКей. Так, сейчас будет ульта. Месы, месы. Ульта от снайпера. Ну, стал ставить, интересно. Здесь проблемы могут быть у ЦК, ЦК погибает, аппарат долго не могли добить. Импетусами очень больно. Слушай, ну хорошо пока получается у Инчи на линии стоять. Гоняют, здесь прогоняют слайну темпларку. Тяжело ей все-таки. Да, кстати, у темпларки же сейчас сделали урон очень-очень хороший, вот трап. Да, в курсе. Уже успела оценить, мне не понравилось. Не понравилось? Я так понимаю, она против тебя была? Я играла на чем-то типа ЦМ-очки. Ну, вообще, колба Новый год работает, да, по-прежнему. Ничего не могу сказать. Ну, здесь очередной выход снизу готовится. Хотя, наказать ей ничего, она слишком тут обнаглела. Конечно же, нужно ее как-то наказать. Так, подтянули рифтом, заюзали ульт. Стан уже один был сброшен. Есть светлячки, будет хил от зомби, выхиливает ее, но хватит ли. Слушай, этот хил от зомби, что же он делает? Там просто очень много урона, все равно хватит, чтобы выжить. Вот сейчас так как раз светлячки-то и закончатся. У нее скорость 405, ее не могут догнать, там еще фазы есть, которые прожимаются по ФД. Она заманцевала, заманцевала, делает ТП, недалеко, сразу же под вышку обратно. А зачем ей далеко куда-то уходить? Слушай, она еще и фуловая, это практически, после всего этого оказалось. Зомби второй раз уже спасает своего тиммейта своим мега-крутым хилом. Сейчас он, конечно, сам подставляется. Вот представляешь, если бы еще у них стоял какой-то вижн. Вот силы тьмы вообще с вардами на карте, у них немножко напряженка. Как же он долго живет? Очень много времени выигрывает своими такими движениями. Да, Инчак как-то не поверила в зомби, что он сможет так долго жить и даже не хотел никак выходить, помогать. А может быть зря, может быть зря. Может кого-то даже и убили бы, либо зомби спасли. А Мом собирает себе венга. Венга с Момом как-то. А это для Керри сейчас... Вообще сейчас такая мета, сейчас все Керри собирают, вообще все. Ну просто там столько станов, столько контроля, и ты Керри Венга и собираешь Мом. А что делать Керри Венге? У него нелегкая судьба. Она рождена была саппортом, а играет на Керри. Что ей собирать-то еще? Тяжелая судьбинушка. Ну возможно, не знаю, какую-то пику здесь. Хотя пика слишком долго. А пика не дает урон, ну что? Ну да. Пика собирается как раз вот скорее всего через форс, это для саппорта. Просто там столько контроля, что я не представляю, как выживать во всем этом. Вот буквально вот минуток через 7, когда все соберутся в команду за местом 5 на 5. Как при этом выжить венге? Ну не бойся, пика есть, а пика она уже вон лежит. А, ну то есть все, отмена Мома. Все-таки да, решила, что не стоит. По идее ей нужно БКБ, но БКБ первым маслотом... Бессмысленное занятие. Бессмысленно, совершенно. Ну вот на венге, по крайней мере, точно. Ну да, возьмет она себе талант плюс 17. С сопротивлению магии, и что? Ну ничего. Ее из 100, она не выпустит все равно. А, убили вещь доктора. Снайпер здесь на хосте бегает. Да, у снайпера, кстати, вообще все, все, все неплохо. Темплар Ассасин тоже молодец. И мид успевает подфармливать, и лесных крипов. Ну все, собственно, как всегда. А можно, я думаю, на Нетворсе переключить нам Вижн? Ну, венга у нас топ-1. Немножечко отстает у нас соточку Хаус Кнайт. А если честно, я думала, энчанта будет чуть повыше по Нетворсу. А вот рвч по троим. Сейчас СТК еще ворвется. Так, ультимейт аппарата. Стоит Тамба, погибает здесь Тайт. А сейчас, смотри, снайпер расстреляет. Свапнули у нас просто Кэрри Вингу. Ну да, снайпер стоит в спине, очень больно настреливает. Слушай, он неплохо играет там в летом, но проиграл в итоге. А вот сейчас взялись за снайпера, и куда он уйдет? Ну, слушай, он минус 3 сделал. Пытается ничего отхилить, подбежала. Почти получилось отхилить. Скилл неуязвимости. Угу, угу. Так, а трапу надо было взрывать. Какие больные импетусы летят. Нужен вижен, вижен нужен по... Все-таки он умер от трап. В темп ларке. Есть ли у нее рефракшн? Да, есть рефракшн. Есть, есть. Уже и инвиз. Слушай, она хочет подраться. Вот это ошибка. Сейчас, смотри, придет Вингар и закинет ей стамп просто в лицо. У них нет вижена, опять же. Опять же нет вижена. А, у нас здесь поменяли. А теперь что ты будешь делать? Что ты будешь делать? А, понял. Скилл неуязвимость. А сейчас задует, задует, задует вторым скиллом. Не хватает урона. Есть рефракшн по-прежнему. Да. Блингдайгер на темп ларке, но импетусы... Да, импетусы выглядят классно. Но ничего, пока всех побеждают. Ей предъявлять просто нечего, пока что. ЦК нужно, мне кажется, сейчас не фармить, не драться, а фармить. Потому что драться пока не особо-то получается хорошо. Ставится варта, все тратится на Вингу, Винга, естественно, здесь никуда уже не денется. Загуляла, не знаю, почему осталось. А вот теперь интересно, Блингдайгер приобретает себе Тейт Хантер. Преводжи пока еще нет. Да, и у Смордара там есть заявочка на даггер, но он будет явно... А можно вышки задинается, а вышка не задинается почему-то. 128-160 странно. Не доигрывает, не доигрывает. Просто не заметил. Зря, зря. Ну да, сегодня какой-то день невнимательности. Вот мы уже в прошлой игре оценили. Так, вот добралась Темпор Ассасин до тройного стака. Сейчас зафармить все это дело, будет у него куча денег. Дезолятор станет еще ближе. Да. Ну, дезолятор здесь выглядит очень хорошо, то есть аппарат там будет скрита умирать. Дезолятор это, ну, по дефолту артефакт. Нет, там мало ХП на той же Винге, на том же Снайпере. Но там достаточно много брони, ну потому что ловкочи. Вот мы видим Венга в 18 армора. Снайпера там поменьше будет. Ну, тоже много. Поэтому дезолятор вполне себе оправданная тема. Сейчас ЦК же захватят, что ты делаешь, ЦК? Зачем так подставляться? Ну, вот залетает копия. Мне кажется, он решил, что он бессмертный совершенно зря. Все-таки 4 вражеских героя, да, у них там всего один стан на команду, но им этого достаточно. ЦК довольно слабенький в начале игры, и ему нужно вообще всегда находиться по другую сторону от всех этих заварушек. Просто фармить, фармить, я не знаю, минут 20, как минимум. Нет, ну, соло гуляющих можно убивать. ЦК соло гуляющих? Ну, только саппортов самых-самых. Ну, аппарат этого уже самого. Ну, не знаю. Ну, тут уже соло не гуляют, уже не гуляют почти. Ну, да, то есть, либо там вы втроем где-то стоите, там инча немножко агрессивная. Инча немного агрессивная. Какой у нее счет? У нее много агрессивная. 3-1. Да, 3-1. 4-1. Ассиста. Ну, такая слегка агрессивная. Нет, и потому что вот когда они там по одному гуляют, там можно цепляться. А пока лучше пойти просто пофармить. Не имеет смысла ввязываться в такие драки. Нужно ждать даггера на Слардаре. Нужно ждать реведжа. Да вот прямо сейчас будет врыв с ревейджем, смотри. И мы увидим битву. Вот сейчас вот можно попробовать прям по всем дать. А теперь уже нельзя. Так. Слапают Слардара, а нужен реведж срочно. Реведж есть. Но Слардар уже погиб. Ничего страшного, смотри, это уже минус 2 практически. Минус снайпер сразу же его сбрили мгновенно. Сейчас упадет аппарат. Винча очень больно настреливает импетусами. А у нчи, по-моему, нету, если что, от хива. А у него мана очень мало. Так, а здесь нужно забирать ЦК. Ну, это минус ЦК. ЦК, смотри, как играет. Армлетом маленько не доиграл. А если просвета? А вот теперь битва просто. А, ну вингай проигрывает эту битву. Вообще, мне кажется, здесь один Сентряк выиграл бы всю битву. Но Сентряков немного не хватает. Ну вот Сентряк стоит. Ну, не, драка была дальше. Это Сил Света стоит. Байкал 5 не ставит Сентряки упорно. Хотя играют против Темпларки. У них был где-то в начале игры на центральной линии на своем хайграунде. Ну, то есть там, куда Темпларка, в принципе, не заходила по умолчанию. Ну, видишь, они, может быть, надеялись, что аппарат, он с дастами, что-то сможет сделать. Что он выживет. Да, его просто убили в начале. Какие самоуверенные просто. Так, Смоки юзает Вичдоктор, чтобы его не убил снайпер ультом. Нижнюю башню сил света атакуют. Это его вы, Смоки. Угу, кстати, дезолятора есть, даггер есть. Она теперь может еще быстрее фармить, еще быстрее убивать своих противников. Здесь занимается фармом энчантрыс. Проставчик собирает, и в лотар выходит венга. Ну и все, и Темпларочка отходит. Есть пика на венге. Вот я не согласна с таким выбором. Что, с пика? С лотаром. А, с лотаром? Да. Ну хорошо, есть у тебя лотар, врываешься, ты в инвизи. Тебе наголо упадает стан селедки, летят каски, рифт, стан реводж. Да, тут вообще... И вообще не факт, что ты это переживешь хоть как-то. Неплохо здесь цепляет темпларку, есть просветки. Здесь она и останется, нужно забирать вышку. Ну здесь снайперы забрали. Нормальный, мидер на мидер. Ну здесь цеплянешка еще упала. Нужно забирать в ответ верхний Тауэр. Мне интересно, что будет в Байкальфаев минут через 10 делать с копиями Хаус Кнайта. Чем убивать все это? Красивые копии. Летят у нас в Блинк выходит ЦК. Нужно больше мобильности, видимо. В Блинк? Где в Блинк? А вот посмотри, у него... Бакабы, вижу. Блинк там лежит и Бакабышечка. Снайпер. Снайпер Блинк. Нет, на самом деле я видела снайперов с Блинками. Очень ситуативные. Ну да. Очень. Возможно, кстати, здесь это даже и будет эффективно. Вопрос весь в позиционке и вижена. Сейчас мы видим, что саппорты расставили ворды во вражеском лесу. Достаточно много дают обзора. Ну что, у одной, что у второй команды. У сил света побольше защитных таких на своей территории. Видимо, Байкал Пайф поставили агрессивные вордышки во вражеский лес. Спушивают первую вышку на нижней стороне. Ну аппарат просто откидывается ультимейтам. Сейчас будет немножко отгонять крипов от своей Т1 наверху. Байкал продолжает эти пониженные линии. Ну, вообще, объективно, у них урона по вышкам в данном этапе больше. Так как там на топе нет в компларке. Да. Инча без крипов. Чем нужны эти крипы лишние кнопки? Конечно. Это полезная фигня. И вот сейчас будет врыв, залетает сюда. Свардар, есть реведж на Тайде. Погибает здесь очень быстро Свардар. Там Адук буквально пичек. А, это минус. Это минус Табларка. Господи, как она себя разменяла на зомбака. Так. Под ультон залетает ЦК. Что происходит? Иллюзии. И ничего, вообще не убить она бессмертная. Она разворачивается. Начинается... Она спала под тамбу, и она хилится. Слушай, а снайпер просто стоит и стреляет все это время в сторонке. Никто его не трогает. Но не достали никаким контролем до снайпера. На удивление, это очень хорошая драка для Байкала. У Пайф получилось. Забирают четверых героев, забирают Т2-вышку. И в размен погибли кто? Он Undying, Инча и Аппарат. По-моему, это очень неплохо. Инча, кстати, не обязательно должна была там умирать. Она просто, не знаю, зачем-то развернулась. Решила потыкать в этого Хаус Кнайта. Выбрала не ту цель. Начала ошиблась, начала бить иллюзию. И в итоге погибла. В принципе, не обязательно было. А вот теперь интересно. Появляется Шэдоу Блэйд на Винге. И, внимание, Дайггер на снайпере. Да, это жестко, как говорится. Ну, посмотрим, как он его реализует. Я надеюсь, получше, чем как-то было в одном моем папчике. Нет, из серии у меня несколько игр было таких, когда снайпер собирался в Блинг. Периодически это было очень эффективно, между прочим. Слушай, у Тайда очень много денег. У него там почти Шива собралась уже. Ну, он леса фармит, радуется жизни, опять фармит леса, выходит, дает реведж, опять уходит в лес. Последние вот 23 минуты, по-моему, он так делает. Вот все-таки решает поломать Вижн здесь. СДД, аппарат. Отступает. Решает не до собирать аганим, собрать себе сначала форстаф, аппарат. Так, Винга, да, Винга прилетел Лотар, не юзала его еще за секунду. Здесь погибает Свардар, ультимейт аппарата мимо. И это Рошан. Да, Свардар нужно собирать возвратку, похоже, потому что ему как-то надо с себя сбивать фокус. Он влетает, делает стан и все, и умирает после этого. Размерная монета. Несмотря на то, что такого вот массового контроля нет, и вообще с контролем напряженка, если честно. Урона с руки точечного очень много. Да, просто грубая сила побеждает контроль. Автоатаки, топ игроки бьют автоатаки. Зачем эти кнопки, зачем вот это вот? Тогда не хватает момов. А, блин, мом тоже надо прожимать. Простите, ошиблась. Блин, даггер и хаос кнайт тоже интересно. Битва блинков. Выживаемость у него не очень много урона, тоже не особо. Зато даггер есть, можно впрыгивать. В упор кидать. Можно прожить. Все что угодно. Снайпера, не знаю. Ну как-то, да, до снайпера только что добираться. Ну и это неужели, это атака на С2? Ой, Т3. Между прочим, очень сильно сыпется вышка, вот подходит снайпер. Там смотрят, смотрят, разбили. Сейчас бы со смоков запрыгивать. Но сейчас бы прыгнуть, дать ревать, снайпер, беги. А можно, можно смотреть, кучно стоят. Ну, Т3-то уже упало, да. Да, отлично впрыгивает в снайпера. Слушай, по всем ревать, да? Да, ревать по всем. За секунду просто погибает. Здесь снайпер погибает, там Дайн, Кончантра с минус. Остается здесь Кэрри Винга, которая тоже сейчас после рейкса. Сейчас, смотри, сейчас стоит, Ватар будет прожимать. Опа. А где Вижен? Тарам-пам-пам. Вижена нет? Скилл неуязвимость. Он просто убегает в закат. Все, Ватар окупился. Ну, это 5 в 1. Сейчас только что. Мы увидели. Очень много отдали. Да, очень качественные цифры. Да не очень качественные дефы, очень глупо остались. Нужно было отходить уже вот в тот момент, когда встала темпларка. Вот прям разворачиваться, зажать смехи и бежать в сторону дома. Вот сейчас появятся просто БКБшки на... Центральная башня сил темно и разрушена. На темпларке и на... Нет, на темпларке и на Чаус Найте. Что вы дальше-то с ними будете делать? Свапнуть, там куда-то оттолкнуть, поставить тамбу, это уже не прокатит. У вас БКБшек по-прежнему нет. То есть у Венги оно появится явно позже. Да, там есть Тильверейдж. Какую пассивку вот она хочет сбивать? Тайда? Пассивку? Чью бы пассивку здесь сбить? Ну, можно только у темплара Сасси, мне кажется, самая такая пассивка опасная. Темпларку? Ну, по-моему, это... Сейчас была такая бесполезная трата денег. Ну, типа, есть Шадлблейд. Что бы купить, короче. Голову не буду ломать. Я вот заапгрыжу. Я такая вот здесь смотрю. Есть Тайд с блинком. Есть Слардар. Есть ВД. Есть Чаус Найт. Что бы собрать? Да, Сильверейдж. Стопку это ваше БКБ. БКБ это для слабых духом. Да. И дальше она даже не планирует его собирать в Кираса. Кираса-бабочка. Так, а БКБ есть в этой игре у кого-нибудь? У НЧ? Нет. Нет, ну НЧ ладно, окей. НЧ нужно сначала Аганим. Прежде чем собирать какое-то БКБ. Нет, нет, ни у кого. Ну, это шанс. Это шанс. Для... Для Рыва Лава. Как-то глупо очень. Отдают игру. Хотя, вот, мидгейм такой для Байкал 5 получился очень неплохой. Вот, БКБшка появилась на Темпларочке. Ну, сейчас уже появится у Хаоса. Сейчас вот БКБшечка появится на Хаосе, и они пойдут драться. Пушить, вообще, мне кажется, сначала разобьют какие-то смоки, сделают минус 5, и потом снесут просто всё. Даже... Так. Даже так? Нет, 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 я хотела посмотреть, что у... Тайда ещё там появилась. Я там думаю, что он в какой-то рефрешер скоро начнёт выходить. Ширюз одного есть. Я думаю, что да, дальше будет рефреш, я вот так прикидываю по голде. Я думаю, он у него достаточно скоро появится. Вот БКБ прилетает, Чаус Найту, и сейчас будут смоки. Да, бить смоки и просто драться. Смоки, 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 да. Смотри, идут друг к другу навстречу, но эти три ребята снизу заходят. Очень плохая. Так, и теперь можно прыгать вперёд, дальше. Уже нашли зомби, вешается метка. Ну, это минус зомби. Погоня. Минус зомби. Ой, моментально сыпятся вообще, просто под минус армором. Сордор тоже, в принципе, чувствителен к урону. По-прежнему остался. Ну вот, всё ещё есть реведж, а запрыгивает сюда Тайф. Даёт Шио, он просто отпушивает. Байбэк выбили из зомбака. Можно теперь отходить и сносить верхнюю вышку, либо нижнюю. Видели Вингу, похоже, где-то там, в лесах, и пытаются её сейчас найти. Интересно, а сможет ли найти? Она находит, стан. А чего она ждала? У неё был телепорт, не в фулдауне. Она думала, что её, ну, просто так не найдут. Так просто. Так, откинулась пикой. Хорошо, неплохо. Минус Винга. Ну, да. Что-то пошло не так. Вот, как обычно. Вот, вижу Вингу Керри, и вот, вот, всегда одно и то же. За результат примерно одинаков. Да, да. Есть такое. На очереди верхняя вышка Байкал 5. Сейчас она 100% будет падать, её дефать, скорее всего, не станут. Ну, конечно, там буквально пару тычек осталось. Никакого смысла в этом нету. Хотя туда идёт аппарат, и что он там хочет найти, кроме своей смерти, не ясно. Твард поставил. Этот твард видит. Да, сантричок здесь стоит. Ну, теперь нижнюю вышку. А, зомбарь сплит-пушит. Потратил тамбул. Зачем отходит по Миду, хотят пойти? Слушай, может быть, ну, как-то... Рошана ждать? Да. Ну, не знаю, по-моему, здесь... У вас два БКБ, у вас есть Треведж, у вас есть Свардар с блинком. Мне кажется, можно ничего не бояться. А вот сейчас подставится аппарат, и без аппарата, да. Вот теперь вот можно. Есть у него выкуп. Можно выкуп выбить. Не знаю, мне кажется, можно просто в наглую... А, вот ДД у снайпера закончилось. Одна минута до Рошана. Дождутся, скорее всего, дождутся. Да, разбегаются, отбивать нижний лайн. Там очень много крипов. Сейчас кучу денег заберет. Темпор Ассасин. Чистятся чужие леса. Верхнюю башню. Ножка, да, у вас немножко скучная града. Аганим есть. Нынчан. Нынчан, да. Венги по-прежнему в закупе ничего не изменилось. Да, очень печально. Теперь это все-таки Кираса, да, он стоит. В планах. Ну вот сейчас нет ультимейта аппарата, но можно же, видите, запрыгивать. Все, врывайтесь. Аппарат чекал, типа, может быть, Рошана бьет. 8 секунд осталось. Ну, тампларки, тампларки нет. Да, на нижний лайн пушит. Там стоит еще два вышка. В инвизи здесь забегает ингар, убьют здесь Вич-доктора. Да, все-таки убили. Так, а можно попытаться догнать? Нет, не получается. А кто там еще подставился? Да, это здесь убили, Тайт не дал никаких скиллов. А Рошан должен появиться, кстати. Вот сейчас очень хорошая попытка попробовать забрать Рошана. Но неплохо так, что огрызнулись. Да, и они тогда, ну, смогут, типа, обеспечить себе, там, еще несколько минут времени. Ты все-таки в них не веришь. Не веришь к ревингу по-прежнему. Пока что она смотрится не очень. Ладно, я верю в снайпера. Я ничего. Ну, естественно, без ревейджа сюда врываться не очень. Ну, Слардар же у вас есть. Есть, он ворвался, влетел, хороший стан. Ворует, между прочим, Аегис Слардар здесь. Очень-очень круто. Ультимейт от аппарата хороший, минус Чаус Найт. Погибнет здесь также Слардар. Накидывает. От БКБ очень больно бьет Тумплар Ассасин. Очень больно. Трапа взрывается под замедлением Инча. Инча очень быстро падает. Юзу эту дасту, ну, что ты хочешь сделать с этими дастами? Это минус зомби. Ну, вот и все. Вот теперь бежать и вынуждать выкупаться своих оппонентов. Там есть три байбека. Их нужно все выбивать. Все три? Конечно. Ну, да, я думаю, задефать одним аппаратом это нереально. А до воскрешения еще достаточно долго. Ближайшие вот 35 секунд снайпер. Да, за это время можно 100% снести лайк. Спасает только то, что крипы достаточно далеко. Первый байбек от Инчи. Аппарат сейчас отправится в таверну. Ну, хоть успел скинуть там пару Ассасин. Ну, одиноко Янчо и дефать этих ребят. Да, как печальненько. Ну, с другой стороны, сейчас там Плар Ассасин. Нужно немножко порегинить. И ульте аппарату. Как больно. Попичь доктору. Тушим. Какая настырная Янча. Почти съедает сыр. Свардар. Ну, отбились. Угу. Это по-прежнему заявочка на кераспу. Ну, байбек, я думаю, держит. Что дальше будет у нас Инча собирать? Какая Инча соберет БКБ? Шива. Шива. Я не знаю. Здесь очень тяжело Байкалу. Они из базы точно теперь долго выходить не будут. Ну, вот попытались забрать Вич-доктора. Получилось. Так. По центру, по центру. Почти, что забежала. Керинга. Ну, и ладно. Ну, забрали вы Вич-доктора. И что? Вы же сидите у себя на базе и не фармите. А тем временем вражеская команда всю просто карту пылесосит. Кларка, 25 уровень. Есть бабочка. И вообще все у нее классно. У нее 5-10 на руках. Дальше будет пика какая-то. Да, пика, да? Ну, 5-200. А, ну, хотя, да, проапгрейдить. Есть же драгонавица. Да, да. Да, вот она пика. Еще и байбэк у нее есть в запасе явно. Плюс 4 заряда к рефракшн. Парам-пам-пам. Убивайте ее полностью. И травола. Мне кажется, сейчас по миду будут пытаться заканчивать игру. Сейчас будут смоки очередные. Сейчас дождутся вещдоктора и пойдут на охоту. Не попал смоки. Снимает на темп ларку. Ну, такой себе байк, по-моему. Не знаю. Задумано так было или не очень. Там все равно не вардов, ничего нету. Нет. Байкала. Вот один стоит на хранде. Ну, это центре. Центре она не дает вижен. Ну, не важно. Это совсем другая история. Заходить довольно тяжеловато. Прямо скажем. Есть снайпер, который может откидываться, отстреливаться. С блинком. Да, с блинком. Моя душа. Белужа. Миссы появляются. Ну, здесь, знаешь, надо играть, как китайцы любят играть. Вообще, типа, игнорируешь ХГ вражеское. Не заходишь туда. Ты просто тупо формишь, пока у тех нервы не сдадут. Просто формишь, там, час, два, три. Стоп, стоп, стоп. Это китайский год. Дота 2013 год примерно. Да, она и сейчас актуальна будет. Действительно, сейчас заходить. Ну, тяжело. Непонятно, как зайти. Инча накидывает. Просто как сумасшедшая. Снайпер тоже настреливает неплохо. Там ты чуть-чуть как-то ошибся, и все, и уже... И тебя держат. Заперти. Ну что, мы, видимо, будем ждать третьего Рошана. Ну да. А там в третьем Рошане будет рефрешер. Я бы его запихала в Тайда и заходила бы уже как получится. И правильно бы сделал. Слушай, а вот этот вот бесплатный рефрешер с Тайда. Одноразовый. Ну, ну, одноразовый и бесплатный. А он ману требует? Ну, по-моему, да, как обычно все. Как обычно все? Да. Мне, к сожалению, его не выдавали ни разу. Не выдавали. Не выдавали мне этот рефрешер. Вот из того, что видела, читала, насколько мне не изменяет память. Как обычно все работает. Только один заряд, грубо говоря. Гем УВД подсказывает нам, да, что он не требует зоны. Я говорю, что мне самой не выдавали, ничего не могу сказать. Я точно знаю, что он не рефрешит рефрешер. Было бы жестко. Было бы очень жестко. Итак, ну вот, собственно, что я и говорил, то и происходит. Одна команда в заперти, вторая команда пылесосит всю карту. Просто всю. Ждут Рошана. Стояние на хайграунде. Добито, отнято. Ну, да, да. Мы видим 457 крипов на темпларке, 263 на снайпере. Почти на 200 крипов. Слышите эту цифру? 200 крипов обгоняет темпларка. Мне немного страшно. Ну, здесь, как бы, ситуация игровая уже такая. 16к перевес. Команда Байкала вообще не фармит. Естественно. Ну, там даже уже Слордар собирает себе Блэкенбар. У Тайда 4000 рублей. Сколько там рефреша стоит, в общем? Он форстав себе, по-моему, взял, да. Форставчик купил сначала. Ну, так 4 у него еще осталось. Конечно. 5700 у темплар. Ну, там уже оно запакованное. Там только мундшарт, похоже, остался. Ой, ой, ой. Больно, больно. Он дайангу. Ну вот, решили по двум лайнам толкать линии. Ну, сейчас еще дождутся, пока у ЦК появится вместо сабли Тараска, и вообще непонятно, как его убивать. Там же иллюзии будут просто невероятно толстые. Ну, там и сейчас уже 3100 хп. И это не предел, я слышал. Представляешь еще Чаусу, пассивочку, типа как у Пуджа. Чтобы он набирал массу? Да, да, да. Представляешь такой концы игры ЦК, 6000 хп. Пам-пам. Нет, 6, что-то мало, мне кажется, я цифру пострашнее видела. Или 6, это максимум, не буду врать. Одной тычки не хватило. Очень повезло сейчас. ДД режет снизу. А до Рошана осталось 25 секунд. И вот, все складывается удачно для команды RvL. Да, немножко у нас. Игра за 100 парилась и стала немного однообразной. Боятся RvL допустить ошибку. Правильно делают. Ситуация такая, что... Для Байкал 5 пускаться с хайграунда тоже может быть чревато. А ему не нужно. Все боятся, обе команды не хотят отдавать игру. Немножко не доезжает на Форстафис Лордар на хайграунд. А вот он, Рэвидж. А, это не Рэвидж. А вот теперь Рэвидж по-троим. И снайпера цепляет с блинком, убегает он на Форстафи. Вот он, да. Блинкуется, да. Но при этом три героя уже погибли. И нет ни у кого байбэков. Да, это даже, кстати, без Рошана. Четыре героя Кэрри Винга выкупается. И есть стан снайпера. И просто за секунду его стирают. Слушай, слушай, ЦК вообще все равно. Он под фонтан побежал. Что за ребячество? Ну вот пока там ребята развлекаются, эта темпларочка сносит в сторону. Но можно заходить на вторую сторону, на третью. Ничего вам не мешает. Да, ну то есть, если еще убить при этом Вингу или снайпера, это можно сразу писать Good Game. Хотя тут уже и так все к этому близко. Винга, похоже, подставляется. А, не видят, не видят ее. А, нет, нет. Далековато ВД с гемом. Минус две стороны свапают Вич Доктора. Есть у него ГОСТ. Маленький еще поживет. Нет, Свардар, не нужно, не стоит. Свардар, беги. Минус две стороны. Ну сейчас они все, все воскреснут, пойдут, Рошана заберут. И повторят процедуру. Да. Ну, могут, кстати, попробовать Байкал в Паев. 12 тысяч на руках у Тэмплар Ассасин. 12 тысяч. А я девать некуда. Ну, Муншард сейчас она еще съест. Муншард, усиленный трогалом. А Муншард можно накормить. Он передается Муншард ЦК. Да, она всей команде может. Вич Доктору. Как иллюзии больно разваливает и добивает. Здесь просто запрыгивает Свардар. Минус он дайвинг. Заходят сами. Она, Рошан, начинает его бить. Урона не так много по Рошану. Они будут его долго убивать. Очень долго. Я не удивлюсь, если туда сейчас Тэмплар Ассасин запрыгнет просто и всех развалит под БКБ. Ну, трэпу, да, закинула. Все. Одной трэпу напугались, ушли. Они откинули Шрапнери и все. И в разные стороны. А, рефрешер обычный уже собрал себе Тайдхантер. Реведжей будет 2. А если положить еще один, рефрешер в Тайдхантер Реведжей может стать 3. Да. А, маны хватит, потому что не требует второй. Ну, Арканы есть. Шива у него. Форстаф там есть Арканы на ВД, насколько помню. Поэтому, я думаю, там маны-то хватит. Секрет, а есть Арканы на ВД. Угу, Тайдхантер Реведжей отдаются. Ну, сейчас увидим. В исполнении. Черт, вот 2-х рефрешеров я еще не видела. Давай посмотрим. Меня же прямо интересно, как это будет выглядеть. Ну, то есть, от 1-го Реведжа все погибнут. Вернее, от... Сколько отрывать же все погибнут или нет? Нет, там урон-то все-таки не такой большой. Но тут уже все-таки 45-ая минута. Ну, как? Ну, 380. 380 на 3. Ну, там же еще резисты магические. Поэтому, в общем, там тысяча с небольшим урона получится. Ну, учитывая, что там большинство героев. Вот аппарат 1200. Инча 1900. Undyne 1500. Ну, не умрут, не умрут. Не умрут, но будет крайне больно. Ну, остальная эта команда при этом не будет же стоять в сторонке любоваться. Да. Эйн диск есть у снайпера. Помогает ему, конечно, выживать это от фокуса. Но ненадолго. Развивается смог. Да, запрыгивайте без скрипов. Не надо стесняться. Ставит обсервер вард. Вич доктор. Прожимает шиву. Запрыгивает. Первый реведж. Два. Второй реведж. И... Где? Не хватает маны. Нет, подожди. Три реведжа. Все-все-все уже были. Все-все, три было. Да, гудгейм. Нет байбеков. Она выживает только энчантерс. Победили силы света. Ну, поздравляем команду ревела с победой. С красивой победой. И с переходом в следующий тур. Достаточно интересная получилась у нас игра. Теперь ревенга все-таки не затащила. Вот опять у нас красивые показывают калибровочки. Я вот еще, к сожалению, не запомнила все картинки уровней. Ну, это рапира. Это самое жесткое. Но это не рапира, я смотрю. Это же что-то другое. Это планета? Земной шар, который проткнула рапирой. В общем, жесткие у нас игроки. И с одной и с другой стороны. Мы сейчас уходим на небольшой перерыв. Вернемся через несколько минут. Никуда не переключайтесь. Дальше будет только интересней. Дальше будет. Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok